Приветствую вас. То, что вы описываете, можно объединить интуицией. Интуиция есть способности человеческого сознания, приятия, в которой осуществляется процесс принятия части соцсела. Вы видите человека, и на основании того, что вы видите, делаете предположения относительно того, какой это человек, что он из себя представляет, как он себя ведет и так далее. По сути, это сфера предположений. Вы увидели внешность, значит, да, вы увидели внешность, и тут же, основываясь на внешности, предположили общую картину. Это интуиция. Безусловно, она на чем-то базируется, интуиция. И скорее всего, человек, которого вы увидели, представляет собой собирательный образ всех типовых людей, более-менее близких к тому, которого вы увидели, по своим внешним и прочим данным. Допустим, если в течение долгого времени у вас, скажем, человек с крупными чертами лица ассоциируется исключительно со смехом, то, встречая такого человека, вам не будет казаться, что он тоже, ну, довольно веселый человек. И чем чаще вы будете это встречать, вот чем чаще у вас будет такая причина, следственная смесь вырисована, допустим, человек, крупный черт лица, он веселый. Чем чаще такого будет повторяться, тем большая доля вероятности вы будете делать предположение в следующий раз о том, что новый человек с какого же типа является источником. И естественно, что это далеко не всегда так так. Естественно, что у вас, если вот в эту сторону усилия, у вас начнет вырабатываться все больше и больше достоверных вот этой вот интуиции, все больше и больше достоверных предположений. Но интуиции, знаете, как и все, остальные внутренние тренировки. А без тренировки это всего лишь случай, это всего лишь случайный опыт, который может доказаться в равной мере, как и положительным, так и отрицательным. То есть, феномен, который вы описываете, называется интуиция, работает это путем принимания, значит, восприятия, точнее, части как целого, да, и дополнение отсутствующих элементов, исходя из своего собственного опыта. Это называется все интуиция. И образ, который вы, как бы, на который вы обратили внимание, он так или иначе для вас знаком, он так или иначе вам встречался, выступали с ним какое-то отношение, вы как-то его узнали, вы его воспринимали и проецируете теперь это на других людей, у которых есть кожи и черты лица. Конечно, я случайно оставил на потом этот момент, но бывают люди просто с очень радостью интуиции, когда они могут вот прям чуть-чуть, что человек вот увидел человека, а уже все. Для этого необходимо иметь чувствительное биополе, что бывает далеко не так часто, и потому больше, чем более вероятно, можно предположить, что вы просто-напросто интуитивно ощущаете другого человека. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, пожалуйста, сделайте его лучшим, буду благодарен.